Конский каштан спасение для сосудов и суставов. Каштаны украшают наши города весной прекрасными метельчатыми соцветиями, осенью гладкими шариками каштана. Целебное сырье конского каштана недавно используется в нетрадиционной и официальной медицине для устранения разнообразных заболеваний. Вход идет не только листва и соцветия, но также кора и молодые плоды. Готовят из них чаи, квасы, аппликации, мази, отвары и настойки. Такими же свойствами обладают и препараты из коры, листьев, цветков и кожуры плодов этого растения. Они обладают свойствами, снижающими проницаемость капилляров, улучшающими тонус вен и микроциркуляцию крови. Поэтому в медицине конский каштан применяют для лечения и профилактики тромбозов и эмболий в качестве вазотропного средства при плебите, тромбофлебите, геморрои, артериальной гипертензии, заболеваниях сердца и сосудов, атеросклерозе и эндотерриите. Цветочную массу конского каштана заготавливают в конце весны, семена на исходе лета или в начале осени. Для приготовления спиртовых и водных настоек за основу берутся цвета и плоды. Каштановое спиртное принимают внутрь для лечения атеросклероза, желудочных и гинекологических патологий, подагры, геморроя, улучшения кровообращения. Делают растирания и компрессы в области воспаленных суставов, мышц, поврежденной кожи, расширенных вен. Перед употреблением настойки рекомендуется развести ее водой в равных пропорциях. Не лишним будет проконсультироваться с врачом. При правильном хранении спиртное из конского каштана довольно долго сберегает полезные свойства. Настойка для сосудов. Измельчите 2 столовые ложки плодов каштана. Залить двумя стаканами спирта. Настоять 10 дней, периодически встряхивая. Процедить. Принимать по 25 капель настойки 2-3 раза в сутки после еды. Курс 20 дней, перерыв 10 дней. Курс повторить. Мазь против варикоза. Мелко перемолоть плоды каштана. Растопить на водяной бане свиной внутренний жир. Смешать в пропорции 1 к 1. Мазью смазывать варикозные узлы и расширенные вены. Настой от гипертонии. 10 граммов высушенных цветков каштана. Залить 500 мл водки. Настоять 3 недели в темном месте. Процедить. Пить настойку 2 раза в день по 35 капель перед едой. Отвар от бронхита. Клады каштана измельчить. Залить 1 столовую ложку одним стаканом кипятка. Прокипятить на маленьком огне. Процедить. Принимать по 1 столовой ложке отвара 4-6 раз в день. Растирание от неврологии. 20 плодов каштана измельчить на месторубке. Залить полулитрами свирта 70 или 40 процентного. Добавить 30 мл настойки йода и 100 мл глицерина. Настоять 2 недели в темной посуде. Настойка от тромбов лебита. 3 столовые ложки сырых измельченных цветков. Залить 40 процентным спиртом. Настоять 2 недели периодически взбалкивая. Намочить ватный тампон и прикладывать к больному месту. Вяжущий и кровоостанавливающий отпар. 30-45 грамм сухой коры. Уварить в полулитрах воды до 180 мл. Принимать по 50-100 мл 3 раза в день. Настойка против боли в суставах. 20 граммов сухих цветков и плодов. Залить полулитрами 50 процентного спирта. Стирать в больные места. Ванны при геморрое и экзене. По 50 граммов коры, листьев и цветков. Завалить в 1 литре воды. Концентрированный отвар добавить в теплую ванну. Настойка при аденоме простаты. Высушенную кожуру от плодов смолоть в порошок. 25 грамм кожуры. Залить 250 мл водки. Настоять 30 дней. Курс составляет 20 дней. Для излечения понадобится 10 курсов. Перерыв между курсами должен составлять 10 дней. Отвар для восстановления потенции. Зеленую кожуру из двух плодов вымыть, мелко нарезать и отварить в 200 граммах воды в течение 15 минут на медленном огне. Отвар профильтровать, остудить, пить по полстакана утром и вечером. Маска для увядающей кожи лица. Измельчить 2 столовые ложки плодов каштана. Залить их одним стаканом холодной воды. Настоять в течение 30 минут. Отварить после закипания 10 минут. Охладить при комнатной температуре. Марлю намочить в охлажденном настое и приложить к лицу на 25-30 минут. После применения умыться прохладной водой без мыла. Процедуру повторять через день. Настойка из каштановых соцветий на спирту. Применяют для растирания участков, пораженных артритом, подагрой, кожными заболеваниями. В виде компрессов для лечения проблемных суставов и мышечных воспалений. Внутри употребляют для омоложения и вспомогательной терапии по 35 капель трижды в день на протяжении 1-2 недель. При простатите пьют по 10 капель 4 раза в сутки. Для усиления эффективности можно использовать два вида сырья. Плоды и цветы в соотношении 1 к 1. Ингредиенты. Цветы каштана конского 100 грамм. Спирт или водка 1 литр. Цветочную массу промыть, размять руками до появления сока. Выложить сырье в стеклянную посуду. Залить алкоголем. Закрыть емкость крышкой. Дать напитку настояться 20 суток в холодильнике. Стряхнуть настой, пропустить через ткань, перелить в свежую тару. Настойка из семян каштана выдержанная. Полученным настоем растирают поврежденные суставы. Делают компрессы при варикозном расширении. Каштановые плоды 50 грамм. Водка пол-литра. Каштаны разрезать на четвертинки. Засыпать в банку. Залить сырье водкой. Плотно укупорить емкость. Трое суток подержать на солнце. Перенести в помещение и оставить на 40 суток в комнатных условиях. Каштановая настойка быстрая. Средством растирают участки, пораженные тромбофлебитом и радикулитом, воспаленные мышцы, места отложения солей. Внутрь принимают по 7-10 капель 3 раза в сутки в течение 1 месяца для лечения варикоза, гинекологических заболеваний, гипертонии, геморроя. Предварительно настой процеживают. Воды каштана 300 грамм. Водка 1 литр. Каштановое сырье пропустить через мясорубку вместе с кожицей. Пересыпать массу в стеклянную посудину. Залить спиртным. Дать водке напитаться в течение 1 недели в темноте. Вытяжка из каштановых шкурок. Средство используют для уменьшения вязкости крови и холестерина, нормализации давления, устранения болевых ощущений в суставах и венах, укрепление сосудов. Идет настойку трижды в сутки по 30 капель, предварительно разбавив в воде 1 к 1. Растирают проблемные суставы и вены дважды в сутки. Делают компрессы, прикладывая их на пораженные места на 1-2 часа в вечернее время. Оптимальный курс 1-2 месяца. Кожура каштанов 50 граммов. Водка 0,5 литра. Скурки измельчить, залить водкой. Выдержать настой 15 суток, регулярно взбалкивая. Процедить, использовать в соответствии с инструкцией. Мягкая каштановая настойка. Этот препарат можно использовать для растираний, при лечении ревматизма не только у взрослых, но и у детей. Клады каштановые измельченные. 1 стакан. Сок лопуха. 1 стакан. Спирт. 200 мл. Выложить растительное сырье в подходящую емкость. Залить каштановую массу соком и спиртом. Дать напитку настояться 10 суток. Рецепты взяты из книги «Энциклопедия народного целительства». Будьте здоровы! «Энциклопедия народного целительства» Продолжение следует...